Как же мне надоело сидеть на старой десятой винде, да и вообще, из-за неё у меня когда-то чуть не сломался компьютер. К тому же, прочитав комментарии от моих подписчиков, я точно решил, что мне нужно переходить обратно на семёрку. Ну, а если серьёзно, всем привет, с вами Айгера. В этом видео я хочу поговорить с вами про легендарную седьмую Windows, и не только про неё. Я тот человек, который сидел на этой винде ещё долгое время после того, как почти все мои друзья и знакомые обновились до десятой. Но почему же семёрка легендарная, и почему я не хотел переходить на десятку? И вообще, стоит ли откатываться до седьмой винды людям, которые перешли с неё? А также, какая всё же винда лучше для Майнкрафта, седьмая или десятая? В этом видео вы услышите именно моё мнение, поэтому если вы считаете, что я в чём-то не прав, обязательно напишите в комментариях ваше мнение. Мне будет очень интересно почитать комментарии. И да, это видео будет построено на моём опыте, а также на мнении моих подписчиков, потому что недавно я сделал пост в сообществе, где сделал опрос и спросил, какая ваша любимая Windows, а также попросил написать в комментариях мнение о седьмой винде. Большая часть людей проголосовала за десятую винду, а именно 72%, и я уверен, что часть из этих людей, так же как и я, перешли на эту операционную систему лишь по одной причине. Как написал один из моих подписчиков в комментариях, я сижу на седьмой винде, и она мне очень нравится, правда её начинают ущемлять. И, к сожалению, это правда. Происходит это уже давно. Ещё пару лет назад много программ просто переставали работать на седьмой винде, из-за чего мне, как и многим другим людям, пришлось перейти на десятку, хотя я этого искренне не хотел. Пару лет назад я снимал видео, в котором рассказывал о том, как перешёл на десятую винду с седьмой, и у меня начались большие проблемы. Будет неправильно, если я вам сейчас скажу, что проблемы у меня начались именно из-за самой десятой винды. Виноваты были мастера, которые мне её плохо настроили. У меня было просто путешествие. По-другому назвать это нельзя. Сначала я сходил к одному мастеру, он поставил мне десятку, после чего я пришёл домой и сразу заметил, что компьютер начал лагать. Но уже было поздно, поэтому я решил поставить Майнкрафт на следующий день, и когда я в него зашёл, я увидел 20 фпс. Сказать, что я удивился, ничего не сказать. После этого я скачал кс, и там у меня тоже очень лагало, и было мало фпс. После этого я снова поехал к этому мастеру, объяснил ему проблему, попросил его что-то сделать, и он сказал, сейчас всё настрою. По итогу ничего сделать не смог, и просто слился. После этого я поехал к другому мастеру, он тоже помочь не смог, а сделал только хуже. И так я ездил к нескольким мастерам по несколько раз, и они тупо не могли мне нормально настроить десятую винду. И я уже хотел переходить обратно на семёрку. Из этого мы можем сразу сделать вывод. Пожалуйста, если вы, как и я, не профессионал, не делайте этого сами, и ищите хороших мастеров, которые вам нормально всё настроят. Прочитав комментарии под моим постом, я понял, что люди делятся на два типа. Первый. Десятка вполне мне нравится, пока что не думаю обновляться. И второй. Раньше был на десятке, перешёл на семёрку, и у меня там не лагает, и фпс в майне намного больше. Звучит интересно, скажите? Только вот есть один очень интересный момент. Комментариев о том, что на седьмой винде лагает меньше, чем на десятке, реально много. В Windows 7 она хорошо оптимизирована, не лагает, интерфейс понятный, ностальгичная, но это никого не волнует, наверное. Нет, братан, это меня волнует, и к этому мы ещё вернёмся. Седьмая винда подходит для слабых ПК. Мне лично нравится десятка, но сейчас семёрка. На десятке можно круто персонализировать ПК. На семёрке я максимум смог обои поставить. Различные темы на семёрке так себе. Ну или вот ещё один. Я пользуюсь Windows 7, и там меньше всякой... Кхм-кхм. Меню пуск простое, и FPS в майне больше. Но самый интересный комментарий. По факту мне семёрка нравится. Мой ноут был на ремонте, и там мне поставили десятку. После того, как ноут мне вернулся, мне всё нравилось. Мол, красиво всё, Windows 10, Pro и так далее. Но когда зашёл в Майнкрафт, ты увидел большую разницу в FPS. Он тупо упал. Спустя время я принял решение самостоятельно сменить операционную систему и поставил Windows 7 домашнюю базовую. Почему домашку? Она лучше подходит к моему ноуту, и изначально она стояла. Мой ноут старый, и как по мне для старых ПК, ноута в самый раз семёрка. Почему для меня этот комментарий интересный? Да потому что, по сути, у меня была почти точно такая же ситуация. Только вот я всё же не перешёл обратно на семёрку и решил остаться на десятке. Теперь давайте быстренько попробуем в этом разобраться. В интернете я нашёл очень интересную информацию. К примеру, оперативной памяти Windows 7 требует всего около гигабайта, что делает её подъёмной даже для довольно старых и маломощных компьютеров. В Windows 10 ресурсов есть значительно больше, и если владельцы современных компьютеров вряд ли это заметят, то вот у владельцев более старых компьютеров могут появиться проблемы. Простыми словами, из этого мы можем сделать вывод, что если компьютер современный, и на десятке всё будет хорошо, а вот если очень старый, то могут появиться проблемы. Жалею ли я, что перешёл на десятку? Однозначный ответ я дать не могу, потому что у меня в принципе не было выбора. Как я уже и сказал выше, некоторые программы, которые мне были нужны, просто перестали работать на семёрке. Но есть ещё один прикол. Сейчас я пользуюсь старой десятой виндой, а всё дело в том, что когда два года назад я перешёл на десятку, и сначала мне поставили новую версию этой винды, у меня начались проблемы. До конца я так и не понял, с чем это связано, но гениальные мастера, которые не могли мне нормально настроить винду, сказали, что проблема может быть связана с тем, что некоторая комплектующая в моём компьютере старая. Честно говоря, я не знаю, можно ли верить их словам, но возможно они правы. Тем не менее, мне пришлось поставить десятку, но более старую версию, и уже несколько лет я пользуюсь этой виндой. Я бы не сказал, что у меня прям старый компьютер, но не такой уж и современный. Но знаете, что мне страшно осознавать? А что если нас начнут гнать с десятой винды на одиннадцатую, так же, как и гнали с седьмой на десятую? Я очень надеюсь, что такого не произойдёт. Но если по каким-то причинам мне придётся переходить на одиннадцатую, я не знаю, что будет. Потому что я просто не уверен, что мой компьютер её в принципе потянет. Поэтому экспериментировать я не хочу. Но почему же я считаю седьмую винду легендарной, как и многие другие люди? К примеру, подписчик написал, «Седьмая винда — это легенда, которая была со мной очень долгое время». И подобных комментариев я видел много. Многие люди в комментариях пишут о том, что им более привычный дизайн на семёрке. Другие пишут, что на семёрке у них не лагает. Но про лаги мы уже поговорили. Но что насчёт дизайна? Да, я тоже очень привык к седьмой винде, но я не могу сказать, что дизайн — это главное. Конечно, я тоже скучаю за старым звуком запуска седьмой винды. Семёрка для меня была очень проста, как минимум в дизайне. Но, возможно, я это говорю, потому что я просто к ней привык. И мне было очень страшно переходить на другую операционную систему. Самый главный вопрос. Стоит ли переходить обратно на семёрку людям, которые пользуются восьмой, десятой, одиннадцатой или какой-то другой виндой, которая новее, чем седьмая? Конечно же, нет. Особенно, если вас всё устраивает на той же десятке, то зачем? Я даже больше скажу. Я советую людям, которые пользуются семёркой, перейти на более новую операционную систему, если такая возможность есть. А она, к сожалению, как я понимаю, есть не всегда. Потому что, если компьютер очень старый, то, возможно, лучше даже остаться на семёрке. Но, как минимум, попробовать поставить десятку и посмотреть, что из этого выйдет, я думаю, стоит. Да, я часто ловлю ностальгию насчёт седьмой винды, но, как написал один человек в комментариях, седьмая винда устарела. И, как жаль, но он прав. На той же десятке намного больше возможностей. К тому же, если кто-то держится за семёрку лишь из-за дизайна, не переживайте, ко всему можно привыкнуть. Лично я уже давно привык к десятке. И, конечно, минусы есть в любой операционной системе, но сильно чего-то плохого про десятую винду я сказать не могу. Вот, к примеру, один из людей в комментариях написал. Я, который играю в Майнкрафт на винду с XP. Звучит смешно, не правда ли? Но теперь задумайтесь. Возможно, когда-то, если человек скажет, я, который играю в Майнкрафт на Windows 7, это тоже покажется вам смешным. Я говорю это к тому, что, к сожалению, пользователям, которые всё ещё сидят на седьмой винде, я думаю, вряд ли получится вечно пользоваться этой операционной системой, как бы вам не хотелось. К тому же, был бы выбор, было бы проще. И самый интересный вопрос. Какая винда всё же лучше подходит для Майнкрафта? Из всего, что мы обговорили выше, можно сделать вывод, что и седьмая, и десятая винда хороши для Майнкрафта. Только вот у некоторых людей, так же, как и у меня, может упасть FPS на десятке, если её плохо настроить. Ну, или, к примеру, если у вас очень старый компьютер. К тому же, как я понял, лично я не могу поставить более новую версию десятой винды. Какой вывод из этого всего мы можем сделать? Лично меня всё устраивает, и я остаюсь на десятой винде. Откатывать до седьмой, понятное дело, не буду. Ну и переходить на ту же одиннадцатую тоже не собираюсь в ближайшее время уж точно. Ну и, конечно же, спасибо всем за просмотр этого видео. Я постарался сделать его интересным, и надеюсь, вы взяли что-то новое и полезное из этого видео. Ставьте лайк на этот видос, и, пожалуйста, не забудьте написать в комментариях ваше мнение. На некоторые комментарии я поставлю лайки, а на некоторые даже постараюсь ответить. И отдельное спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. А с вами была Гера, всем пока.